Сотни паломников съехали сегодня в село Себино Тульской области на родину одной из самых почитаемых православных святых Матроны Московской. Там прошли торжественные богослужения и чин освящения купелей на месте источника, который люди считают целебным. Репортаж Ольги Герасименко. Погода хмурится, но на их лицах все равно чаще улыбки. Сюда, в храм Успения Пресвятой Богородицы, как и всегда, на утренний молебен собирается много людей. Кто-то с трудом сдерживает эмоции. Изумительное просто место, сердце радуется. Даже вот откуда эта радость появляется, трудно сказать, да? Семьями и поодиночке многие для этого преодолели сотни километров. Ведь село Себино в Тульской области родина одной из самых почитаемых в православии святых. Чудотворец Матроны Московской. Она родилась здесь более века назад и с детства удивляла окружающих своими способностями предвидеть будущее и молитвой лечить людей. Дивный источник и божественной, и человеческой любви к тем, кто ищет света внутреннего, света ума своего. Теперь блаженную Матрону называют не иначе, как дивным источником веры. А на берегу реки, в воды которой, она погружалась по православным праздникам. Для паломников местные власти построили купели. Для нас это имя имеет большое значение. Не только для Тульской области, но и для всей России в целом. Работа проделана достаточно по благоустройству Себина. Большая, но предстоит еще много что сделать. Мы уже сделали подъездные пути для того, чтобы было удобно подъезжать не только жителям, но и паломникам, которых здесь большое количество. Удобно стало подходить сюда. Было же по полю и не подъехать, не подойти. А сейчас очень удобно сделали. И будем ездить. Наша дорогая Матушка Матрона, она не только наша, она любимая во всей России и за границей. Мы любим ее. К ней идут, как к живой, говорят верующие. К месту, где по преданию стоял ее дом. В музей, где сохранились предметы, которых Матрона касалась при жизни. А теперь людская река стремится к этой ротонде из белого камня. С цветами, молитвами, радостями и просьбами. Несмотря на холодную погоду, уже буквально через несколько минут после того, как купели, осветили, у них выстроились верующие, желая поскорее окунуться в целебную воду. И спустя десятилетия после ее смерти вера в Матрону и ее незримую помощь людям, говорят местные жители, крепнет. Ведь только за последние два года сюда, в Сейбино, поклониться святой приехали более ста тысяч человек. И почти каждый может рассказать свою историю о связанных с Матроной чудесах, которые невозможно объяснить, но в которые верят. Когда жена бывшей заболела, думали рак, что в груди, а оказывается съездил, помолился, а оказывается просто опухоль. Гордимся своими местами святыми. Сегодня такой великий праздник, освящение купели, блаженной Матроны. Вера помогает. Когда веришь, легче жить.